всем привет меня зовут владимир мельников я снимаю видео для своего канала на ютубе в частности про слесарное дело сегодняшняя тема гибко металла что такое гибко металла в целом гибко металла называют слесарную операцию в результате которого заготовка принимает требуемую форму и размеры за счет растяжения материала с наружи из сжатия внутри тонкий слой металл находящийся на оси изгиба заготовки сохраняют свои первоначальные размеры поэтому все расчеты ведутся относительно нейтральной линии как изображено на данном изображении то есть вы видите труба и вы видите то что посередине дан трубы есть такой штрих пунктирная линия это так есть называемая средняя линия и собственно как выглядит на чертеже труба который проходит через инструмент называемый вальцовщик или проще говоря трубогиб в качестве инструментов при гибке листового металла от толщины 0,5 до 6 миллиметров применяют специальные молотки от 500 до 1000 грамм это с металлическим наконечником и неважно с каким бойком там круглый или квадратный как изображено на первом изображении также молотки с мягким вставками применяют для гибки тонкого листового металла толщиной до 0,5 миллиметров как изображено на втором изображении конечно на данном изображении плоховато понятно то что как пластмассовые или металлические но по сути форму не бывают одинаковые но на ощупь можно понять то что это деревья то есть конечно есть деревянные есть и резиновые есть и металлические и плоскогубцы и круглогубцы применяют профильные прокатки менее 0,5 миллиметров то есть проще говоря достаточно и плоскогубцы с круглогубцами чтобы загнуть листовой металл но это уже точно металл должно составлять менее 5 10 миллиметров 0,5 миллиметров скажем про плоскогубцы плоскогубцы это техническое название данного инструмента а в простонародье их называют просто пассатижи поэтому что так что эдак если вы встретите такое слово обозначает один тот же инструмент вот и вот круглогубцы но круглогубцы я редко где встречал далее гибко труп проводится как в холодном так и в горячем состоянии для предупреждения деформации в виде складок и сплющенных стенок гибко осуществляет с применением специальных наполнителей в качестве наполнителей использует песок при гибке в холодном и горячем состоянии и различных диаметров то есть тут уже больше речь идет о трубах канифоль при гибке в холодном состоянии то есть такой материал как канифоль делают в холодном состоянии простейший для гибкий труб является плитка закреплять закрепляющийся на верстаке или в тисках с отверстиями в которых устанавливают штифты штифты выполняют роль упоров необходимый для гибкий труб применяют также ролик вы различных конструкций развальцовка труб заключается в расширение концов труб изнутри специального инструмента вальцовщик вот как собственно выглядит трубогиб такой масштабный массивный механический вернее даже как сказать без участия человека если с участием человек называется ручной механизм без участия человека называется как просто механизм ну на этом все тема конечно короткая но тем не менее важные трубы очень часто используют когда прокладывают вот там зданиях неважно каких масштабов там газовые водные канализационные и тому подобное то есть применяют по-разному вот даже например у автомобилей вот каскадь не бампера а вот так называемый кенгурятники делаются с помощью так называемых трубогибов это в простонародье а более техническое название называется вальцовщик вот но на этом все всем спасибо не забывайте пожалуйста подписываться на мой канал писать комментарии ставите палец вверх также не забывайте поставить колокольчик на мой канал чтобы не пропустить мои новые видео также не спойте добавляться в различные соцсети я буду этому очень рад но на этом все все спасибо и до новых встреч